Комплексный подход по оказанию качественной медицинской помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. С этой целью в регионе по инициативе областного правительства создаются современные сосудистые центры. Они будут располагаться на базе кардиологических и неврологических отделений больницы Волгограда и Волжского. Актуальность подобного шага очевидна, ведь по статистике именно сердечно-сосудистые заболевания лидируют в списке причин смертности. Светлана Олегбарова с подробностями. Мария Степановна давно страдает гипертонией и поэтому тщательно следит за здоровьем. Вот и теперь, чтобы поддержать свое сердце, Волгоградка была вынуждена лечь в больницу. Как условия в стационаре интересуется министр здравоохранения Владимир Шкарин и получает положительный ответ. Условия прекрасные. Я хоть как-то давно лежала в больнице, но в таком навье еще не лежала ни разу. Хорошо. Не только комфортные условия, но и современное оборудование добавляют врачи. В рамках программы модернизации здравоохранения в кардиологическом отделении 4-й Волгоградской больницы появились новые аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы, лабораторно-диагностический комплекс. Еще один положительный момент – исчезли проблемы с лекарствами. У нас есть такие инфаркты, которым нужно проводить дорогое лечение, вводить тромболитик, который стоит достаточно большого количества денег. Сейчас у нас, если есть необходимость, мы можем любому человеку это сделать. Если у нас после этого опять повторяются боли, то есть что-то чревато рецидивами, вот таких больных на коронарографию мы отправляем в кардиоцентр. Обновление кардиологического корпуса – это часть проекта по созданию в регионе сосудистых центров, которое реализует сейчас областное правительство в рамках программы модернизации здравоохранения. В четвертой больнице глобальная реконструкция затронет также и неврологическое отделение, где лечатся больные с нарушениями мозгового кровообращения. Мы сейчас на подготовительном этапе и в 2013 году, я так думаю, что мы завершим и оснащение, и ремонт наших отделений. В рамках проекта по созданию сосудистых центров в регионе уже отремонтировано 11 кардиологических отделений. Теперь они оснащены в соответствии с последними медицинскими стандартами. Специалисты прошли переподготовку. На очереди – перевооружение неврологических корпусов. Главный акцент на организации комплексного подхода к лечению пациентов, страдающих нарушениями кровообращения. Основная задача – это правильная маршрутизация больных. Поэтому на сегодняшний день по всем нозологиям создана трехуровневая система оказания медицинской помощи. Когда, скажем, при ухудшении состояния вызывается бригада скорой медицинской помощи, которая четко знает маршрутизацию, больной доставляется в отделение кардиологического профиля, такое, как здесь, как соответствующий стандарту. В случае необходимости больной может доставляться на второй уровень, это больница номер 25. И третьим уровнем является учреждение, оказывающее высокотехнологичную помощь, в частности, это кардиоцентр. Кроме четвертой горбольницы, еще в двух стационарах Волгограда, 15 и 25 больницах уже в ближайшее время откроются современные сосудистые центры, где смогут проходить лечение и жители районов области. На эти цели будет направлено около 200 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. В областном правительстве планируют, что аналогичная структура в перспективе появится и в Орском, на базе больницы имени Фишера.